Кто из вас мечтал погрузиться под воду ночью? Сегодня я расскажу о ночных погружениях. О дневных погружениях уже достаточно видео снято на канале, но что вас будет ожидать, если вы вдруг решите совершить свое погружение ночью? Прежде всего, как было уже много раз сказано, Черное море отличается от, например, красного своей прозрачностью. Поэтому даже при множестве фонарей под водой, видимость, конечно, будет немного отличаться. И это создает свою особенную атмосферу. Что же мы ожидаем от ночных погружений? Давайте разберемся. Во-первых, тишина, которую мы так любим и ожидаем при погружении под воду, дополняется еще и темнотой. То есть полное отделение от окружающего мира и полная нирвана, что ли. Физиологические ощущения. Их тоже невозможно передать словами. Их надо просто прочувствовать. Когда я впервые погрузился ночью, я обратил внимание, что маршрут, который я знал наизусть, изменился до неузнаваемости. Действительно, ночью ориентироваться в подводном пространстве гораздо сложнее, чем днем. Нет солнца, как самого главного ориентира, не так виден уклон дна. Тут, как в старом добром анекдоте, приходится идти только по приборам. А еще, когда много пловцов под водой, свет фонариков напоминает мечи джедаев, рассекающих тьму. Причем зачастую они разного цвета, что действительно напоминает битву джедаев против ситхов. И это еще не все причины, ради которых мы совершаем ночные погружения. Давайте поговорим, например, о морских обитателях, которые могут подстерегать вас в ночи. Ведь действительно, никогда не знаешь, что это за неведомое существо может вырвать из темноты свет твоего фонаря. Ночью жизнь подводной царства меняется очень сильно. Пока одни виды животных уходят на отдых, другие выходят на охоту. Благодаря этому, ночью мы можем увидеть представителей фауны, которых днем мы не встречаем. Также ночью мы можем хорошо рассмотреть дневных обитателей, потому что ночью они спят и становятся малоподвижны. Из-за этого к ним можно приблизиться намного ближе, осветить их фонариками и хорошенько рассмотреть. Кстати, многие подводные фотографии морских обитателей сделаны именно ночью. Например, днем мы никогда не встречали червяка, который плывет на поверхность. Для меня это осталось загадкой. Я вообще впервые увидел, что черви умеют плавать, а тем более вверх. Глубина, где мы погружались, была около 10 метров. И куда он плыл, для меня осталось загадкой. Очень много ночью встречается крабов. И если кто-то отдыхает, ужинает или даже спит, то вот этот товарищ, например, занялся своим вечерним туалетом. Он очищает свой панцирь от всякого налета. Кстати, это немного удивительно, ведь зачастую на панцирях крабов могут поселиться всякого рода актинии, которые вместе с крабом образуют симбиоз. Всем, кто с нами ныряет, нравится кормить рыбок, большую часть из которых мы называем зеленушки. Но я думаю, не многие видели, как эти зеленушки спят, а они просто прячутся под каким-нибудь камнем и там засыпают. Сети представляют большую опасность для аквалангистов, потому что если незадачливый дайвер подплывет близко, он может зацепиться какой-нибудь частью оборудования и тем самым может создать аварийную ситуацию. Конечно же, вблизи рыбацких сетей нужно быть предельно аккуратными, а в идеале к ним даже не приближаться. На самом деле, всего того, что можно увидеть и прочувствовать, не описать в одном ролике и даже в серии роликов. Я просто постарался немножечко приоткрыть вот эту завесу ночных погружений. Очень многие люди хотят совершить ночное погружение, но к ночным погружениям допускаются только опытные пловцы. И мы с радостью поможем вам достичь нужной квалификации и с удовольствием проведем для вас ночное погружение. А что вас больше всего привлекает в ночных погружениях? Ночная жизнь подводных обитателей, может просто свет фонарей, а может желание победить внутренний страх? Пишите об этом в своих комментариях. Если же у вас есть желание совершить с нами ночное или обычное погружение, а может даже отучиться и получить сертификат дайвера, пишите в комментариях или по ссылке в телеграм-канал. Было очень приятно готовить для вас очередное видео. До новых встреч. Пока.